здравствуйте друзья спрашивают расскажите о тренингах которые вы посещаете ой мама родная давайте я в целом так в более широком плане тоже тем это интересно мало ли там чего мы посещаем мы конечно тоже посещаем ну давайте может быть с этого начнем есть тренинги которые ты вынужден посещать просто в силу того что надо поддерживать какие-то лицензии или например по работе надо я например 7 лет был страховым брокером и там есть такое понятие континент иди кейшн и практически все лицензированные профессионалы власть из профессионалов у них есть какие-то требования по континент иди кейшн и и вот например там еще от опыта зависит там пока ты еще начинающий там вот я забыл сколько там 24 часа в год там когда ты более опытный там поменьше риэлторы те же страховые люди на чего ты ходишь на эти семинары и их много сейчас это почти все можно делать в онлайне кому как удобнее я не знаю я на самом деле люблю конечно сходить на хороший такой тренинг где классные мужики там занятия ведут и плюс понимаете если вы поговорите с людьми которые может быть так в науке работают в конференциях участвовать и так далее они вам скажут что самое главное происходит не никогда ты там на конференции сидишь а вот когда между там с людьми общаешься очень много чего набраться можно от людей просто поэтому в этом смысле я всегда предпочитаю пойти на хороший тренинг дорогой но не такой дорогой чтобы не понятно было за что деньги а такой дорогой чтобы понятно было что народ собирается который ценит качественный тренинг вот поэтому кроме того у меня была сертификация страхование называлось это сертифайт иншуранс канцелор как-то вот так и для того чтобы поддерживать вот эту сертификацию нужно было 5 раз в году нет я не нет неправильно это чтобы получить 5 нужно было раз в году разгаду на три полных дня значит поехать и куда-то надо было выбрать место они иногда у нас тоже тут бывали но в общем я это дело норовил поехать лос-анджелес и так вот и три дня отрубаешься вот слушаешь там еще на в конце сдаешь этот самый экзамен страховая компания где я был значит брокером она мне если экзамен сдаю они мне оплачивали тренинг то есть вообще бесплатно получалось а тренинг дорогой там типа пару тысяч вот что еще сказать ну вот такие значит то есть тренинги по профессии есть тренинги по саморазвитию их очень много есть тренинги по например успешным операциям на стак маркете да там с акциями это может стоить очень серьезных денег это может стоить четыре тысячи тренинг это может стоить 8 тысяч тренинг живьем ну конечно в основном это в нью-йорке происходит но в общем ради такого дела можно и в нью-йорк если хочешь вот все это существует на там каких-то носителях то есть можно купить тренинг в цифровом формате если хочешь но просто знаете для драйва для энергии для если уже деньги тратишь что надо быть в обстановке вот в этой их правильной людей видеть опять тоже важно такие есть тренинги если вы возьмете каталог местного какой-нибудь city college он довольно толстый и там идут всевозможные тренинги которые практически ничего не стоят и это может быть все что угодно начиная от допустим приготовления пищи вязание крючком и на спицах ну чё хочешь то есть там много 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 разных классов это может быть один день это может быть три часа это может быть несколько занятий то есть разнообразие тренингов которые можно проходить живьем начиная от бесплатных и кончая очень очень дорогими это просто какой-то фантастический совершенно набор вот но все-таки это в основном коммерческая да если это не city college это коммерческая и люди как-то это все расписывают давайте мало чему-то научить важно подать это так чтобы человеку захотелось так чтобы он понял в чем ценность грубо говоря чтобы он получил ответ на вопрос что я с этого буду иметь есть такие большие профессионалы по продажам этого всего которые втюхают тебе так что ты сам не поймешь чего и есть законы регламентирующие правила втюхивание то есть скажем те границы в которых втюхивание остается легитимным вот грубо говоря так вот как можно братья как нельзя да вот есть есть вранье которое вот нельзя а есть такое как бы полу вранье или там полу чего-то где вот как бы еще можно поэтому я так может быть примитивизирую в принципе защита прав потребителей очень сильно развита но просто я к чему говорю что такие есть есть очень много тренингов по саморазвитию и я думаю что вообще вот этот бизнес весь он значительной степени поддерживается корпоративными деньгами потому что есть невероятное количество тренингов невероятно для корпораций для менеджмента для для сейла то есть люди которые что-то продают вы себе представить не можете сколько всего для них есть до тонкости невероятных вот как вот это делать как вот то делать и компании платят эти все-таки корпорации это хороший клиент поэтому они как бы там денежно вот ну насколько эффективно я не знаю люди которых посылают из-за них платят они может быть не столько норовят чему-нибудь научиться сколько может отдохнуть немножко там развеется фан какой-то поиметь там и так далее но тем не менее вот корпоративные тренинг это это невероятный тренинг очень мощный есть тренинги бесплатные и неплохие которые делают которые оплачиваются на самом деле компаниями занимающимися сетевым маркетингом потому что тоже вот вы представьте вот живет человек ходит на работу а дальше года продавать что-то будешь и ведь нет задачи такой у них чтобы отмороженных каких-то таких со съехавшими мозгами привлечь у них задача нормальных людей привлечь которые ну вот мог могут что такой потенциал имеет этот потенциал надо из них вытащить по шите из кого потенциал этот вышел они уже где-то заняты они задействованы в этом смысле я хочу сказать что все компании сетевого маркетинга они все друг другу конкуренты потому что они конкурируют вот за этого человека который может пойти с ними а может пойти с кем-то еще вот он ищет сегодня значит какие-то оппорт юнити короче есть очень много тренингов в том числе и исключительно хороших которые делаются вот этими компаниями может быть эти тренинги доступны еще где-то на стороне я я не знаю но вот мы хотели потрясается потрясающий совершенно тренинг который по-английски называется humans being more это перевод с японского поэтому смысла как-то у него нет то что там вот когда американцы набирали так и вид хьюманс бен моральник бен моргод чего морг они но по-русски это называется по моему люди становятся лучше это если вы где-то находитесь в россии и украине и казахстане в том числе но смысле плюс казахстане там есть компания никен и n-i-k-k-e-n никен и вы можете просто там поискать местного какого-нибудь представителя и для этого не нужно остановиться сетевым маркетером вы можете просто что вы интересуетесь и пойти на тренинг и так далее они вам подскажут как это сделать мне кто-то говорил что вот в странах снг за это надо что-то заплатить типа там 50 долларов я вас уверяю что 50 долларов это вполне стоит там там классные ребята делают это не никен сам по себе то есть они где-то их нанимают я так понимаю какая третья организация но я я не знаю точно но вот я был наверное раза четыре может быть пять вот на этих тренингах это 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 очень классно и особенно ты первый раз идешь очень здорово но опять это субъективно вот тренинг который кому-то вообще всю жизнь перевернул другой сказать доложи это все и в этом сложность тренингов много а какой тебе я не знаю я например знаете еще что я люблю всякие семинары посещать даже если они напрямую не связаны вот с тем что мы делаем например я видел живьем ходил на семинары к лучшим умам по торговле недвижимостью же недвижимость это очень трудный сейл трудная продажа хватит вы продаете не то что вот человек может быть прям бежит и ищет чтобы ему продал вот страховка легче даже люди ищут страхование от них требует страховку на дом на машину и так далее без этого он купить не может а вот представьте себе например вот недвижимость и там схвачено все там не то чтобы не хватало что-то поэтому значит захватить вот клиента заполучить так далее это очень очень непростая штука и вот эта пробка создалась из-за машины почтовой которая здесь стоит вот она стоит может вы сейчас увидите за спиной меня и вот я уходил на этих людей это совершенно легендарные есть мужики вот и они рассказывают я почему хожу на самом деле потому что когда выдающиеся люди рассказывают про продажи не важно что они продают они могут недвижимость продавать или даже страховку особенно когда тяжело что-то продать на 90 процентов иногда на 95 то что они рассказывают можно абсолютно вот полностью перенести например на процесс трудоустройства нашего студента я я это как бы видел живьем я вижу как это работает я ходил несколько раз на тренинги роберта киесаки периодически вот тут как-то они проводятся есть какой-то график по стране если вы на их сайт придете и посмотрите вы увидите они там как-то народ собирают их задача что деньги получить но первый тренинг там три часа это бесплатно потом собирают по моему еще один цикл есть там какие-то копейки платят и тебя на эти копейки еще столько литературы дают там и так далее что ты как бы чем неплохо заработал но задача их конечном счете продать тебе программу до коучинг да когда это очень дорогие вещи вот это они норовят продать но если вы хотите просто послушать или там по дешевке что-то она очень неплохо очень неплохо что еще иногда бывает вот какие-то налетает какая-нибудь компания с вебинарами какими-то или там в смысле я извиняюсь живым тренингом и что-нибудь они там предлагают например вот я помню была компания 1 и судили потом до вернули всем деньги значит была компания они обучали как делать веб-сайты точнее как как зарабатывать на веб-сайтах а сами они эти веб-сайты предоставляли то есть ты их кастомизируешь у них саппорт мощный даже если ты совершенно темный но с этим саппортом ты сайт превращаешь то что тебе надо там уже внутри встроены все эти и камер с штучки и так далее и довольно дорогой был этот семинар вебинар мне как-то было интересно это было лет десять назад она там не безумно дорого стоила ну что-то стоило и и мы сделали несколько веб-сайтов в общем поняли что это все лажи полная и самые главное что они когда рассказывают они они обманывают они обманывают и вообще мы были недовольны и сказали чтобы вернули деньги они естественно не хотели возвращать деньги но поскольку они большое количество народу раскрутили то был такой кейс как бы когда всем вернули то есть совсем кто всем скажи кто хочет деньги обратно вот здесь начатам распишитесь и вам вернут и вот мы расписались и вернули так что тренинги бывают разные но безусловно очень много жулья в этом деле очень много есть тренинги например такие знаете шикарные вот бабки есть настроение хорошее и вот там куда нибудь знаете по тихому океану на каком-нибудь там крузере на этим мощным так бабах и там вот на этом крузе там и кормежка и там танцы шмансы и там представление и еще тебя вот там учат вот если вы смотрели фильм фильма секрет вот там был такой господин он там довольно много выступал спектр фамилия он такие вот крузные делает круизные делает семинары вебинары дорогие там я не знаю по 5 по 7000 там по 8000 участие стоит в принципе все люди которых вы знаете может быть и и же книжки публикуются их видео есть они там выступают и в россии там где-то очень известные у них у всех есть веб-сайты на этих веб-сайтах есть расписание их тренингов вы можете посмотреть из моих таких самых-самых вот чтобы я сказал но вот лучше я не видел да значит я бы сказал что самый шикарный вот из сегодняшних в америке кого я мог бы назвать на мой вкус его зовут джон максвелл и он написал там три с лишним десятка книжек каждая книжка это шедевр я я вот могу сказать я из них но не 30 прочитал но может быть десяток прочитал это что-то невероятное что-то невероятное и вот я бы я бы сказал вот что джон максвелл это мой любимый но сейчас как-то меньше времени стало и я как-то отошел немножко то есть был момент в жизни когда вот вот я его слушал я наполнялся чем-то таким иногда нужно наполниться вот слушаешь этих ребят при всем при том что вы понимаете как бы специфику место специфику страны вы понимаете какие-то фишки которые там может быть они немножко накрученные навороченные тогда вы перестаете это замечать то есть если вы из другой страны из другой культуры и что-то другой боже а когда-то уже привык ты вот она выходит за рамки за скобки и и ты смотришь только на существенный момент который вот ты хотел там получить это это тоже вот часть то есть посещать тренинг сделаны под другую страну под другую культуру под другой мир сложно потому что ты что с ним делать вот я где-то слышал такое мнение я я не могу судить но вот я слышал такое рассуждение что вот те тренинги которые в россии проводят они адаптированные лучше или хуже адаптированные американские тренинги поэтому они не работают они не могут работать и в общем ну как бы и не должны работать не нет нет никаких оснований им работать пошли для другой культуры а вот в этой культуре они не будут работать так как работают а в общем надо свои делать и не знаю что сказать но вот такое мнение слышал счастливо я на работу приехал и до новых встреч